2 часть ребята после первой части у некоторых остались вопросы на которые я обязательно отвечу я думаю что после второй части я сделал отдельный выпуск где мы разберем ситуацию которая произошла как инспектор сделал так волшебно с драгером что трезвый абсолютно человек стал пьяным очень многим непонятно процедура свидетельствования еще хочу по второй части рассказать вам один нюанс вы сейчас увидите как руководство реагирует на наше пришествие к неврой дел хочу сказать что руководство недалеко ушло от своих подчиненных потому что нас намеренно вводят заблуждение когда говорят имена фамилии инспекторов полиции после первой части очень много людей написали что сотрудника который брал деньги зовут илья мозговой это действительно так руководство не могло этого не знать но они намеренно говорят нам имя фамилия другого человека я не знаю на что они надеялись может быть что видео плохо его видно или еще что то тоже хотелось бы обратить на это внимание и показать вам как работает полиция не только на дорогах но и в управлении в принципе по борисполе это было понятно когда бориспольские полицейские точно также вели себя и фальсифицировали на ровном месте дтп потом точно такие же врачи выписали липовые справки о том что инспектор имеет легкие телесные повреждения в чугови ситуация недалеко от этого ушла поэтому не верьте никогда на слово проверять и большое спасибо подписчикам всем тем кто рассказал и прислал очень много историй про этого илью мозгового оказывается это колоритный гаишник еще гаишник тех времен который переквалифицировался в полицейского и вот работает так как работает сейчас было ряд интервью на телеканалах которые заинтересовались этим сюжетом вы сможете их увидеть я сделал потом отдельную нарезку у себя в фейсбуке поэтому подписывайтесь ставьте лайки пишите обязательно комментарии очень интересно читать адекватные комментарии от адекватных людей поэтому пишите ребята до встречи в новых видео всем пока я набираете полный легкий воздуха так воздушный шарик без воздуха в прибор 3 0 и к губами обжимаете не стесняясь дуете сильно как воздушный шар всеми пожалуйста твое пиво 027 про меня в течение 72 часов то что запрещено законодательством ты употребил спиртные напитки у тебя превышение на целых 700 и лучше чем за 8000 ты не с места не увидишь объясню почему чтоб ты просто понимал 6 я даю чтоб меня не ебали за прибор почему они составил материал потому что она комиксирует реально у меня нету я просто ну как бы поймите неправильно 2 не буду скрывать мы забираем с напарником пополам но не за спасибо выходит блин ну реально вообще ну все оставь сотку пожалуйста на этот на вас или спасибо вообще подсидеть а я понимаю что он подсидел короче это жесть потом деда остановил запрыгнул деду короче это вообще жесть это клоуны капец это просто не полиция это клоуны не так это вещдок только что так сейчас узнаете какой на парковку здравствуйте я извиняюсь еще не секундочку можно туда туда пожалуйста руки 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 от меня куда выходит здание зашел в административное мы на ты с вами перешли или что будьте любезны представьтесь вы на улицу выйдите пожалуйста вы кто я дежурный это разделение представьтесь дежурный я не понимаю что меня на вебиде если вы не такие деньги это будьте они тыкайте вы видите пара уж на улицу ты взяли зашел появиться шутер зашел то же здание я первый я не тыкаю ваншу я верю видит пожалуйста работе не дыгавие не давайте выйдем на порог и будем общаться давайте так давайте еще страшного это будет икаем на свет идет ремонт что теперь я я не другую я спрошу я работаю выйдите на базе будет я сейчас все покажу выйдите на полиции выйдите на порог Для начала представьтесь. Для начала выйдите на порог, пожалуйста. У нас в здании проходит ремонт. Я переживаю за вашу безопасность. А вы кто такой? Я гражданин Украины. Вы полицейский? Вы сотрудник полиции? Вы сотрудник полиции? Вы делами не представьтесь. Вы идите на порог, я все вам расскажу. Вы сотрудник полиции, ваши документы. На порог выйдите, пожалуйста. Руки, руки уберите. Ничего. Ничего. Будьте любезны, представьтесь. Ваше удостоверение, кто вы такой? На порог выйдите, пожалуйста. В чем проблема. Вы в помиле здания административной situation. Я пришел в полицию написать заявление. Сейчас вам сотрудник подойдет, напишите заявление. Представьтесь, кто вы такой. Выйдите на порог. Ничего не значим GREEN. На порог выйдите, будьте любезны. Если вы сотрудник полиции, заше удостоверение? Если я обычный гражданин, не мешайте мне, пожалуйста, писать заявление. Какое заявление? Так вы даже не даете говорить. Вы сотрудник полиции. Я вас прошу выйти на порог, чтобы мы поговорили. Почему я тоже на пороге? Секунду, и можно я? С чего вы взяли, что я буду общаться на пороге? Я пришел в отделение полиции, в райотдел, написать заявление. С чего вы взяли, что я буду на пороге с вами общаться? Я прихожу в полицию, для того, чтобы вы выполнили свою специальную обязанность. Вместо этого данный неизвестный субъект применяет ко мне силу. Вы кто такой? Вы что себя обозомнили о себе? Пришел, блин он. Я не пришел, я уже здесь был, а тогда пришел. Во-первых, не ты. Во-первых, не ты. Ну, как ты начал саморазвать, так и я. Я вам не тыкал. Ты так так начал развивать. Я вам не тыкал. Удостоверение, будьте любезны. Что у вас в руке трясутся? Вы пьяные тоже на работе, как ваши коллеги? Видео, ну что вы говорите. Звоните начальнику, говорите, у вас 4, у вас ваши сотрудники. На видео. Взяли взятку. На камеру. Сейчас на. Ну как можно, извините, ну вот я не понимаю, ну как? Если то, чтобы прийти, сначала спросить, начинают за руки вытягиваться ради дела. Да кто к вам после этого будет приходить? Как вас поверят потом? Здорово. Я первый раз могу вам признаться, пишу заявление на природе, такого со мной еще не случалось. Прошу прощения. Это что-то новое вообще, ни одного кабинета у вас нету, да? Нет, просто мы можем в принципе вообще вольных слушателей собрать здесь, перед тем, как напишут заявление. Ну, если вам конфиденциальная информация. Ну, вообще-то заявление, как бы, ну. Я понимаю, ну, вы отнеситесь тоже с пониманием, как у вас ремонтная работа. Те кабинеты, которые выделены специально под прием граждан, сейчас происходят ремонтные работы, я благоражу. Последний раз у меня такое было на уроке рисования, когда учительница сказала, сегодня идем во двор школы и будем там рисовать. Ну, правда. Формулировка такая. Сотрудники полиции Чугуевского района, или там, города Чугуева, на автомобиле номер 0595, вымогали денежные средства с водителя, которого обвинили. Водитель здесь на месте. Конечно, вот все, я в том числе присутствовал при этом. Что я понял? Ну, я думаю, вы вам рассказали уже. Не совсем. Ну, я думаю, что доложили. Приезжайте, мы вам расскажем. А, неправда. Доложили 100%. Смотрите, какая история. Не скажу, что мы тут оказались случайно. Очень много, ну, я думаю, что, ну, вы наслышаны о том, что у вас здесь в Чугуеве происходит. Патрули стоят ежедневно на выезде из Чугуева. Опять же, без раскраски, без ничего. Срае дело. Непонятно вообще, с какой целью. Ну, было непонятно, с какой целью, пока мы не приехали. Остановили автомобиль мой. Сотрудник полиции, который там находился, продул на драге. Ну, в какой-то своей непонятной такой манере. То есть, он беспонятных в машине как-то трубку выхватил на половине. В общем, вдруг драгер показал 0,27 промилле. Непонятно почему. Мы готовы, как бы, если это необходимо, и сейчас пробуться, чтобы мы увидели, что мы находимся в абсолютно призвом состоянии. Вот. Ну, а дальше стандартная схема. 47 тысяч штрафа, говорит, положено за угольное обвинение. Конфискация автомобиля на месте. Это расстрела не дошло, правда. Вот. Но, говорит, есть один вариант. Я сейчас тебе его озвучу, ну, так, чтобы, ну, услышишь, услышишь, нет, нет. Вот. Ну, половиночку штрафа платишь, и все. Сошлись на 10, 10 нету тысяч. Забрали они все, что есть, все, что было. 4 тысячи гривен там с копейками и 100 долларов. Все, естественно, это дело мы фиксировали на камеру, готовы вам продемонстрировать, вам и всему народу Украины, чтобы вы просто оценили. Но перед этим хотелось бы ваше содействие в каком плане? Очень бы хотелось бы, во-первых, увидеть этих сотрудников. Я думаю, что вам тоже интересно будет на них посмотреть. Они текали таким образом, что я такого за свою карьеру ни разу не видел. Увидели меня, один сразу на машине начал уезжать, бросил напарника на дороге. Напарник перед этим остановил, стояли жигули. Ну, там женщина сидела, мужчина. Он залез к ним на заднее сидение, у них там коробки. На коробке вот так дверь закрывает. Вот так вот, вот так, поехали, поехали. Я говорю, выходи с машины. Достал его с машины, люди уехали. Пока я менял батарейку на камере, он деда остановил этим леденцом, прыгнул к деду в машину и текать. Я, короче, пока все это поменял, сел, догнал деда, останавливаю, говорю, дед, что там? Ну, вроде не знаю, сел, все же снято. Сел, говорит, поехали, поехали, поехали. Говорит, только отъехали возле кустов. Говорит, останови и в кусты. Что это за полиция? Расскажите мне. Что это за саду? Я хочу посмотреть на них. Как их зовут? Имена, фамилии? Я хочу сделать их известными. Я видел много, но такого я не видел, это жесть. Это жесть. Такого позора. Я вам скажу честно, нам даже не жалко этих денег, которые они забрали. Ради такого показать их на все... Вообще, пусть вот эти 7 тысяч, сколько они там взяли в совокупности гривен, они поглубже себе в глотку засунут, и просто вот это будет последняя взятка, которую они взяли. Я подведу коврик своей, брат. Сейчас. Что это такое? Скажите мне. Скажите, пожалуйста, можно увидеть этих оперебристов? Да сейчас же буду звонить. Очень хочется. Мы заодно покажем ваше содействие. Очень хотим. Нет, мы будем содействовать, конечно. Тем более, все заявители собрались, все есть. Хотим, написали уже, все сделано. Хотим просто, чтобы теперь вы в свою очередь нам их показали. А вообще, кто их туда направляет, на эту патрульную? Что они там делают? Какие перед ними задачи вообще стоят? Вот мне интересно. Они не на маркированных машинах. Я их вот приезжал, снимал там около трех недель назад. Сделал как бы акцент на том, что люди стоят без маркировки, непонятно с какими целями. На трассе. Опять, как в старые добрые времена. Нет, нет, нет. Мы тут людям помогали, дорогу показывали. Каждое утро. По пять человек после каждой машины трется. Сейчас посмотрим, кто там был. Да вы знаете, кто там был. Нет, я вообще не знаю, кто был. Я единственное хочу сказать, там с прошлой недели пришло до очереди по поводу, слышали, наверное, в Киеве произошли резонансные ДТП в Житомирской области. И в этом по поводу перевозчиков нелегальных, и вот таким образом на трассе с 530 по 539 километр у нас пришло, чтобы оказывать помощь. Но они неплохо помогли, кстати. Да, я заметил. В принципе, ну, отлично разобрались. Вообще, ну, я считаю, что это очень объективно. Сейчас будем докладывать Управление внутренней безопасности, то есть принимать по ним решения. Оля Сергеевна, найди, пожалуйста, начальника кадров. Надо выяснить, кто это был. Как бы видео у ребят есть, и что это за машина 0595. Кто на ней, я сегодня управлял, и этих людей сюда. Я думаю, в любом случае, если даже они сменились и уехали, повыключали телефон, я думаю, скорее всего, это они сделали. Нет, ну, будем надеяться, что они не выключили телефон. А машины куда не делят? Сейчас будем узнавать, сейчас будем разбираться. Потому что все равно здесь, поэтому никуда не уходите. Хорошо. Не переключайтесь. Спасибо большое. Будет интересно. Значит, ребят, находимся мы уже здесь порядка полутора часа. Полицейские так и не соизволили сюда прибыть. Руководство всех вызванивает. Из того, что им удалось выяснить, это то, что два, эти два деятеля отключили мобильные телефоны, не выходят на связь, звонят их родственникам, друзьям, вообще всех подняли на ноги, но патрульные упорно не хотят приезжать и не хотят им отдавать патрульную машину. И наразе, как говорится, их найти нельзя. Вот. Ну, нам пообещали сейчас дать их имена, фамилии, чтобы в любом случае мы знали, кто эти люди. И руководство говорит, что их ждут послезавтра в любом случае на работу, они должны выйти. Но уже с рапортами об увольнении. Посмотрим, как это все будет, поэтому следите за развитием событий. Приехали они? Не, 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 не приехали. Сейчас пойдемте, нам надо видео. Мы сможем сейчас нам с ним придать. Сбросить не можем без компьютера. Ну, компьютер у меня аж есть. Можно в фамилии еще. Да, они записывались. Не надо. Ну, видео мы вам не сбросим в любом случае. Мы его публикуем, и только так вы сможете забрать его. А они упорно не хотят приезжать, да, я понимаю? Ну, надо их пищать сейчас заниматься просто, чтобы мы время не тянули. А машина где? Они тоже машину не возвращают? Машину тоже не удалось найти? Видео. В машине ситуация. Здравствуйте. Так, ну, посмотрим видео, просто я не могу понять, для чего, чтобы что. Вы до сих пор не опознали этих сотрудников? Нет, опознали. Да, я же говорю, данные вам сотрудников предоставлю. Саша, ну, у нас же даже ни у кого не возникло вопросов, правда, есть ли какую ситуацию? Вы пришли, написали заявление, сказали. А какие вопросы у вас могут возникнуть? Ну, я же говорю, поэтому... Никаких вопросов? У меня могут только возникнуть вопросы. Как вы угрозите силы, не можете найти двух инспекторов? По правилам мы это не расследуем. Поэтому мы будем направлять прокуратуру. А кого по сотрудникам, как бы, ну, я думаю, мы разберемся, кто там, данные и все остальное. Да, ну, я могу знать, что это за люди. Да, конечно, Чай Кравченко, просто данные или записателька. Да, если можно, запишите мне. А как их нельзя найти? Вот как так может быть? Они на патрульном автомобиле смылись. То есть сейчас патрульный автомобиль находится непонятно где, два сотрудника тоже непонятно где. И весь райотдел Чугуйский не может их найти. Это как? Ну, как весь райотдел Чугуйский? У нас есть, как бы, по отделениям. Вот там его руководитель. Сейчас он занимается. Сейчас устанавливают данные, как бы, их ищет все остальное. Просто смотрите объективно, как должно быть. Мы в отношении своих сотрудников, вот вы написали заявление, мы же, как бы, их не рассматриваем. Если это правонарушение обычное, знаете, как-то там. Это понятно, но у вас... Это тогда, да, это дисциплинарное. Есть у нас отделы, которые этим занимаются. Пропал патрульный автомобиль, с двумя своими армигентами. Ну, он не пропал, а патрульный автомобиль, поэтому. Один. Так никто не знает. Никто трубки не берет. Сейчас занимается. Он есть как бы руководитель по своей. Я вам просто отвечаю на вопросы по вашему заявлению, как... То, что вы не можете... Ты не начальник отдела, как начальник следственного отдела. Ну, уложено, конечно, чтобы приехал начальник отдела, я не понимаю, почему он вас подставляет и вам это делегирует. Он бы приехал бы и высказался, он за это все отвечает. ему нести за это ответственность поэтому то что все данные не можете потому что это ваши коллеги против них ничего нет ни я не про это за то что по закону предусмотрено что в отношении нас как бы если если это правонарушение которое это влечет в собой дисциплинарная ответственность понятно это проводим и есть у нас компетентные органы потому что если я в полиции были такие сотрудники я был нормальным честным полицейским который убедит за законопорядок я бы с на уши поднял всех чтобы сюда привезли показательно и давали поняту пояснение как так люди приходят с видеозаписью о том что они вымогают взятки пусть они это коллегам своим пояснят пусть это пояснят вам товарищам с которыми обоих ходят здесь по один коридор я думаю сейчас разберутся где они на какой линии сейчас творите прошло два с половиной часа ни сном ни духом где патрульные я знаю я приехал сюда в ползину в 7 приехал по два с половиной часа никто не знает где эти коллеги куда они уехали они по городу 120 гоняют здесь с красными мальчиками текают один по кустам прячется в лесу а второй по городу людей сбивают ну че мы разберемся все будет нормально это чп в городе чп чп у вас два патрульных с стабильным оружием пропали на патрульном автомобиле которые взяли деньги взяли симптом все с половиной тысячи гривен и свалили сейчас пока разбирается вот и ночью с нами полные данные слушайте Максим Григорьевич данные этих двух филиберистов установлен еще до того как пришел на работу мне рассказывать об этом не надо послушайте какие данные у вас что здесь у вас это что Киев у вас тут я вам говорю только за то что как бы по вашему заявлению как вам не надо слушать вам приезжать по большому счету он мог в прокуратуру ехать и там вам рассказывать чтоб лишний раз не тревожит рай дней но мы все равно это не будем управлять просто хотел посмотреть в глаза вашему начальнику и просто чтобы он ну может он с управлением если откуда-то приедет тогда подождите да бесполезно вы так намекаете что нам пора уходить ну да я пойду работать а я понял так может данные дадут и мы пойдем пойдемте это их данные да 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 инспектор Чугунского ну СРПП сректора диригирования подруга Дергач Александр Александрович ой я вас не узнал как ты жиры сейчас переоделась все по-другому видите я вам так понравлюсь Дергач Александр Александрович полицейский СРПП это инспектор а цель второй полицейский СРПП Чугунского ВП старший сержант полиции Кравченко Игорь Алексеевич а он вообще не инспектор второй такой получается да? то есть он кто? нет господи сейчас у нас просто как вам объяснить офицеры инспектора в группах СРПП сержанты просто полицейские то есть это даже не патрульные полицейские смотрите у нас в городах то есть в райотделах ну если там патрульные в городе ну чтобы просто их учивать а у нас в райотделах создали группы СРПП там есть начальник, там есть дежурный, там есть помощник и их несколько человек и что они обычно делают? как обычно заступают на сменную работу ничего не меняют ну они призваны патрулировать дороги вот так вот стоять на дорогах Александр вы опять снимаете? так о чем вам стесняться? вы уже в красивом виде вам уже вообще ну за счет меня в красивом виде ну они реально ну они призваны для каких целей? патрулировать дороги? патрулировать, выезжать на уголах то есть по сути это обычно оперативная группа это не быстро 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 но они не должны стоять как патрули на дорогах ну что они не должны не должны будем разбираться все то есть все 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 все